здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами про будем продолжать тему об использовании крючков которые не совсем подходят для вязания на хлыстовых мушек или других каких-либо приманок но достаточно хорошо работают в изготовлении то есть удобно с ними работать и практически хорошо ловят рыбу не хуже чем вот как я вам покажу у меня имеется готовое изделие с мушками нашими значит верхний ряд если вы сможете заметить они изготовлены на тех крючках которые предназначены для вязания вот и допустим это еще подходит вот эти уже они и эти используются совсем другие крючки и как вы сможете заметить они мало чем отличается от тех которые мы используем в повседневном нашем вязании мушек перед вами вот точно так же как вы видите уже готова связаны мною имитация ручейника мало чем по форме отличается теперь давайте я вам покажу для и продолжения нашей серии я неоднократно вам показывал вот появились продажи всевозможные вот такие крючки которые вроде бы не годятся но по качеству они меня устраивают достаточно хорошо держат рыбу и удобно вязать но цена цена их соответственно несколько ниже чем допустим вот мы будем брать достаточно тоже хорошие фирмы strike крючки которые вот специально предназначены для такого вязания теперь переходим это вот была одна серия которые крючков вот есть мне попалась вот такая достаточно интересная серия крючков как вы видите вот на этом номере 6 с хорошей огрузкой для зимней рыбалки у меня связано вот это нимфа их нам нумерацию вы потом подберете и вполне вполне достаточно вот если вы сможете заметить это специально крючки которые предназначены для вязания бакоплава всевозможных нимф в простонародье их бананом называют но граб шримп это их форма теперь вот вы видите совсем другой производитель форма тоже качество тоже есть и и вот вы обратили внимание что под бронзу эти вот более темные это вот темная это чисто для карпа и точно так же вот из этой же серии я подобрал крючок и и нагрузил вернее приукрасил его бусинкой обыкновенной пластмассовой бусинкой которая которую можно найти в магазине в галантерейном вот и все форма его как вы видите вот чем-то она мне подойдет но меня прельщает то что здесь боковой отвод идет зацепа рыбы это уже будет гарантировать хорошую у нас поимку рыбы и удержание ее и в то же время для меня достаточно здесь места чтобы можно было изготовить мое тело изготавливать мы будем вот как я уже показывал вот такую нимфу мало чем она будет отличаться от той которую вот вы видите но на другом крючке вы меня очень часто спрашиваете о том чтобы я более подробно рассказал о том как использовать те или иные крючки почему я их выбираю мы уже с вами неоднократно обсуждали вопрос о том что личинка которую которая живет свободно в воде она принимает какую-то одну определенную форму если это допустим у нас нимфа то сейчас я сделаю небольшую паузу и мы с вами продолжим как вы видите вот нимфа она имеет вот такую вот форму весняночки которая живет в воде когда ее смывает потоком она переворачивается вот брюшком вот так и напоминает то насекомое которое живет в природе это понятное дело всевозможные ручейники которые вот есть то есть они тоже пытаются как бы сгруппироваться для того чтобы рыбе было сложно их увидеть и быстрее как говорится скушать поэтому все только лишь зависит следите за тем какие допустим есть фотографии вы увидите в сети или же сами в природе увидите то только лишь это все обусловлено их средой обитания теперь давайте продолжим берем совсем немножечко потому что у нас с вами крючок металлический нитка полиэстер скользит достаточно сильно по крючку я обычно беру как я уже неоднократно вам показывал и рассказывал вот такой клей можно клей лак все что вы захотите и скажу вам сразу я использую нитку она является светоотражающей достаточно хорошо флуоресцентная для чего потому что у меня будет подложка вот вы видите она у меня светится мне необходимо чтобы моя оранжевая точка была достаточно хорошо заметная и делаю подложечку из белой вот такой моей ткани нитки до хвостика не обязательно доматывать как я обычно это делаю материалов понадобится нам не так много но они вы их можете все найти у себя есть стеклянная бусинка поставьте стеклянную бусинку значит я из тесьмы вот точно так же это флуоресцирующая нитка подготовил для себя подхватывая ее совсем немножечко вот чтобы не было нагромождение материала и сразу это все до того места где мы будем формировать нашу точку прицеливания у нас их две и довольно таки привлекательная оранжевая наша красная будет . у хвостика хвостика правда не будет но в задней части и в головной части у нас находится вот это вот бусинка которая тоже дополнительно привлекает рыбу теперь что нам нужно я не буду тратить время мы должны вот эту часть где у меня будут оранжевым делаться точка прицеливания хорошо промотать белой ниткой для удобства в работе я поставил крючок для себя в удобное положение вот в такое и теперь никакого труда у нас не составляет нам необходимо более аккуратненько вот так виточек виточку изготовить такую небольшую конусообразную форму нашей задней части так как мы белой ниткой уже подложку сделали хорошую достаточно у нас она крепкая плотная не проявляется это уже проверено вот теперь мы с вами дошли все пару-тройку вот оборотов будет вполне достаточно уже у нас готова если у вас нет по каким-либо причинам вот лака клея или другого лака я могу можно и не вскрывать вот эту точечку но я обычно всегда стараюсь чтобы более долго служила моя мушка применять вот все такие материалы но теперь ним нам необходимо подождать пока она подсохнет значит что нам нужно подготовить я подготовил перо это может быть куропатка это может быть курица но обязательно мягенькое перо и это японская перепелка можно сделать опушечку из меха мягкого то есть кролика можно взять как вам будет удобно вот допустим можно у меня правда он зеленый ну тот что был рядышком подготовить и сделать опушку легенькую вот из остевых волосков для нашей нимфы тоже будет достаточно хорошо работать давайте подождем наш лак уже подхватился можем продолжать дальше для украшения тела я использую было как я уже неоднократно показывал новогодний дождик был но фирма хэнс да и другие продают вот все возможные вот такие точно также блесточки или голографический люрекс можно взять латунную проволоку то есть здесь как у вас будут работать фантазия это уже не столь существенно значит я не меняю нить так как мне необходимо будет возле шарика точно так же чтобы не выделялся цвет использовать красную или же вот мою оранжевую нить поэтому я беру сейчас вот просто маркер черный и мою оранжевую делаю черный ниткой нам совсем немножечко нужно значит тело можно изготавливать коричневым желать ну желательно или же коричневым или болотного цвета или черного цвета чтобы был хороший контраст для нашего нашей рыбы я использую вот у меня есть я подготовил свой даббинг это просто была шкурка кролика которую я крашеную и потом она подстригается если у вас будут потом вопросы я потом расскажу как дома изготовить более-менее приемлемый даббинг мне чем нравится что здесь хорошие остевые волоски достаточно такой мех крепкий у кролика не очень много пуховой части поэтому очень удобно и хорошо работать стараемся не сильно много наносить потому что чтобы не было скомканности материала лучше мы пройдем 2 3 4 раза по одному и тому же месту чтобы создать объем для тела чем делать его очень очень толстым не делайте более чем 10-15 сантиметров даббинговую нить так как не всегда удобно работать я помогаю руками но можно намазать как я уже неоднократно вам показывал вот такие разные клей-карандаш разный может быть производитель промазали ниточку и после этого можно прикрепить наш даббинг потом мы просто берем прокручиваем как я уже говорил влево или вправо в зависимости от того как вы хотите чтобы у нас был даббинг или более пушистый или наоборот вот как у меня сделан вот так вот тесемочкой вы видите достаточно тонкий и вполне его достаточно я не отпуская нить начинаю формировать уже свое тело оставляем наш шарик утолщение которое мы сделали у хвостика и как вы видите я два три сколько мне необходимо раз я прохожу по одному и тому же месту загиб позволяет почему я и говорю что мне очень понравились вот крючки для того чтобы изготовить вот такую нимфу мы как вы видите должен быть небольшой вот такой вот переходик лохматость обязательно должна быть это дополнительно привлекает нашу рыбу и движемся в сторону шарика стараемся не зайти буквально ну пару миллиметров для того чтобы мы могли с вами закрепить уже наше перо ближе к грудке мы уже делаем своеобразное вот такое утолщение теперь грудку если у вас допустим нет шарика я почему остановился если у вас нет вот такого яркого шарика можно допустим взять продается и отдельно вот такие всевозможные красивые даббинги или же в наборе как я неоднократно вам показывал вот один купил я и мне практически уже его хватает лет и лет обозначить еще дополнительно точку ну давайте я добавлю потом и закрепим закрепим перышко все мы с вами подготовили тело теперь я беру слегка чтобы у меня в районе моей точки прицеливания была более симпатичная обмоточка я волоски которые торчат меха увлажнил увел в сторону делаю один полный оборот и уже выбираю для себя шаг как вам будет удобно то есть чисто эстетически это не имеет принципиально никакого значения выполняем обмотку по всему телу сильно не усердствуйте так как оно все тянется и можно спокойненько нарушить вот качество нашего люрекса который мы с вами используем годится удаляем перышко мы с вами подготовили я вершинку зажал перодержатель чтобы можно было аккуратно увлажнив перо вот так увести бородки помогаем немножечко руками нитка у меня уже оранжевая или красная какая у вас будет желательно так чтобы она была у нас под цвет шарика чтобы не сильно у нас выделялось все мы с вами уже перышко закрепили теперь что касается количества оборотов друзья мои все зависит от вашего предпочтения и вашей рыбалки потому что перо перу рознь лохматость как я ее называю этот воротничок вы уже подберете для себя сами обычно для очень осторожной рыбы желательно один-два оборота выполнить полтора даже оборота но как вы видите вот одного оборота мало я выполняю два полных оборота чтобы мне было уже достаточно моего пера это также будет своего рода имитация нашего ручейника убрали перодержатель чтобы было удобно закрепить перо теперь что здесь самое главное следите за тем чтобы вы бородки не подтягивали к шарику для удобства я опять увлажнил пальцы увел вот все перо вот так назад пару-тройку оборотов я выполняю уже здесь где мой шарик как вы видите по цвету он у меня достаточно хорошо подходит и вполне мне удобно работать для того чтобы потом удалить перо нам желательно с вами еще выполнить одну операцию потому что если мы сейчас будем удалять нитка тонкая и крайне неудобно мы можем нарушить нашу с вами конструкцию слегка немножечко наносим капельку клея лака что у вас есть на нить уводим опять бородки пера и здесь уже как вы видите выполняем завершающий узел после того когда у нас клей подхватится мы с вами можем уже удалить остатки пера подождем немножечко вот и все как вы видите мы удалили остатки пера у нас достаточно есть имитация бородок лапок лохматость нашего тела и две отличные точки прицеливания для рыбы точки атаки теперь как я уже вам рассказывал она достаточно хорошо флюоресирует и работает хорошо на больших глубинах ее можно подгрузить использовать здесь вольфрамовый латунный какой вам будет удобно шарик поэтому пробуйте экспериментируйте мало чем как вы видите она отличается вот от этой нимфы которую мы изготовили и уловистость ее ничем не хуже так что я вас благодарю за внимание до скорых встреч до скорых встреч